Обычно видос начинается с того, что начинается новый день, мы едем куда-то на работу, или я делаю дома ремонт. Но не сегодня. Кстати, всем привет. На улице сегодня уже светает, сегодня 4 июля. У моей креста сегодня день рождения, в Америке сегодня день конституции, и мы с Джексоном бездельничаем дома один. Да, Джексон? Дашуля сегодня на работе, то есть у нас полноценный семейный праздничный денёк. Я на самом деле сегодня с Валиком. Затягачил целую комнату ламинатом и не снимались, потому что... Потому что моя малышка проработала сегодня целую ночь и даже ни разу не перекусила. Да, медсёстрам работать в Америке тяжело, но не мне вам рассказывать, она вам расскажет об этом в будущем. Когда? Не знаю, дайте хотя бы разобраться с ремонтом. И ещё у нас сегодня маленькое нестандартное начало, потому что сегодня мы начнём с того, как Вова, бедный, одинокий, берёт, уходит к себе на бакет и запаливает гриф, потому что он голодный. И не хочет есть ничего, кроме как скушать стейка. Ещё бы желательно не слышать соседских собак, вообще бы идеально было. А-а-а, смотрите, бедняга. У нас Джексон дрессированный, да? Джексон, скажи так, нужно ждать, ждать. Дрессированный, ждать. Э, куда я пошёл? Ну-ка, обратно, давай. Мы тут тренируемся, чтобы он послушным был. Ждать, ждать. Бедняжка. Хвостик уже опускает. Этот хвост вообще такой офигенный, блин, офигенный показатель собаки, что она как, вот видите, приспустил, всё, ослушается. Вот сейчас мы скажем, можно? Молодец. Всё, давай, гуляй. Иди там, пацанам расскажи, кто есть. В идеале, конечно, хотелось бы привезти газ, чтобы гриль работал от газа, а не от газа, ну, в общем, не от баллона, а от просто подключённого газа. Но я что-то решил, что не так уж часто я его запускаю, и баллончика хватает на достаточно много. В общем, будет видно, что как у нас будет. А, да, спешай. Я сначала здесь включил, а потом здесь. Как-то не по порядку, да? Ну, ничего, сейчас нагреваем гриль и потом делаем себе стейк. Сегодня зафигачим такой маленький кусочек стейка, я думаю, должен хватить меня и на... Ну, сколько лишь на меня, Джексон такое не ест. Да, Джексон, ты же такое не любишь? Ну, скажи правду. Набегался. В принципе, за 10 минут мясо должно будет быть готово. Ещё одна сторона, 5 минуточек, и можно принимать внутрежелудочно. Я думаю, что сейчас быстренько лёгкий перекус. Ну, я думаю, что таким кусочком я должен наесть. Ой, как красиво получилось, да? Прям как в лучших ресторанах Парижа. Давайте вам покажу, чтобы вечно жалкость, что вот, ты показываешь, как ты готовишь, но не показывай, как получилось мясо. Ну вот, немножечко красноватости, но это medium rare. Ну, medium, на самом деле, больше, наверное, получилось. О, вот тут вообще прям красиво видно, как сок. Это не кровь, это сок. Это очень красиво и вкусно. Поэтому я сейчас перекушу, не знаю, угомоню я весь кусок или нет. А там, будь что будет. Какой мягкий. Даже чавкать хочется. Когда ужин позади, я уже устал. Ну, на самом деле, здесь всё уже закончено, здесь всё сделано. Уже остался приборня. То есть, комната там сделана. Завтра будет сделан трим. Опять, наверное, подожду, пока дошли выспиться. Но в зависимости от того, какая у неё была ночь. Потому что, если тяжёлая ночь, то Даша спит прям до смены. Иногда 2-3 ночи подряд, это вообще жесть. Поэтому трим, это дело мелкое. Пару раз пристрелил, закрасил и всё. А здесь раньше висели некрасивые, неприятные нам светильники. Самое интересное, смотрите, вот это вот прям, я не знаю, как это сказать. Это высший пилотаж, я бы сказал. Проводка для светильника была сделана. Всегда, если работать с проводами, убедите, что они выключены. Они выключены. Это единственный свет, который горит, это тот, который залит. И тот будем менять. Они, вот тут вот проводов достаточно. Провода должны выходить 6 ничей. Кто недавно смотрит меня или прослушал, розетка, любая коробка, в общем, электрическая, провода должны выходить на 6 ничей и дальше. Ну, нормально так взял и всё. Основные провода выходили достаточно хорошо, но они взяли почему-то ещё добавили вот этого вот непонятного и несу разницы. Вот это вот интересный момент, видите, да, вот тут вот коробочка у нас немножко выпирает. И пока я залез выше, чтобы вам показать, смотрите, шурупчик туда идёт вдаль и два здесь. Здесь должно быть третье затяжное, но оно сломалось. Я уже на самом деле над ней немножко поработал, и там пришлось вынить всю коробку. Сзади там есть стат, они не до конца его как-то так отрезали, и поэтому он у них не входил достаточно нормально. Вообще, в идеале, можно поставить новую коробку, но сейчас, сейчас я посмотрю, у меня коробка есть. Если вдруг новый светильник нормально не станет, то тогда я поменяю, а если нет, то просто поставим вот так вот, как есть. Кстати, даже смотрите, несмотря на то, что выключатель будет выключен, если вдруг вы замкнёте провода, у вас может выбить брейкер, либо как по-другому, полуавтомат, автомат, не знаю, как у вас это называется. В общем, вот так вот. Что, вешаем новые светильники. Новые светильники выглядят у нас вот так вот. Просто мы любители острых краёв, таких строгих границ. И они, вот эти светильники, будут висеть у нас сверху. Может быть, они не совсем по дизайну сюда подходят, но в будущем здесь будет что-то ещё. Возможно будет менять. Ну, скорее всего, будет меняться, конечно, зеркало, низ. Но это всё никто точно не знает, потому что это гостевая. То есть сюда сильно прям вот ломать голову, чтобы прям её превожать, нет смысла. Здесь минимально мы сделаем обновок. Вот мы уже сделали унитаз, сейчас сделаем свет. Ещё максимум. Опять же, это будет самое последнее, что у нас, скажем так, будет на повестке дня. То есть мы ещё поменяем смесители, возможно, и всё. Да, больше здесь ничего. Даже на самом деле мы хотим фельд поменять. Но я думаю, что это нецелесообразно, потому что вот эта вытяжка, которая в потолке, она стоит 150 плюс-минус. Та, которая хорошая, которую мы будем точно делать в нашем мастере. Мастер мы будем всегда пользоваться. Это основная комната. Ну, не то, что мы живём прям в ванне, да. Ну, то есть туда мы будем ходить чаще всего, а сюда будут только заходить гости. Либо, когда какие-то мероприятия, праздники, веселья и просто мелкие посиделки. Поэтому сами эти светильники, я надеюсь, что они вам понравятся. Они, кстати, ещё, знаете что, они разноцветные. Так, что мы делаем первым делом? Это мы откручиваем тут всего лишь два болтика, две гаечки. Их и ни гаечкой, ни болтиком, ничем не назовёшь, потому что... Нет, ну, скорее всего, болтик без резьбы. Вернее, болтик с резьбой без головки. Мы откручиваем здесь, потом два шурупа туда прикручиваем. Вот сейчас будет решать, если... А-а-а! Всё-таки придётся иметь коробку. Потому что, ну, вы поняли, да, то есть он одевается на вот эту вот штукенцию. И если там коробка выпирает, то и вот этот бракет будет выпирать. И, скорее всего, будет некрасиво, придётся менять коробку. Я этого не хотел. На самом деле, всего 5 долларов в разнице. Мы ещё посмотрим. Если надо, поменяем. А так, пока что так. А, нет, мне всё-таки повезло. Смотрите, у нас уровень. А тут ещё по краям 4 шурупчика. Поэтому я один взял в коробку, которая будет держаться от коробки. И 4 по краям. Для этого светильника это называется overkill. Прямо больше, чем достаточно. Всё, подключаем проводочки и ставим светильник. Я думаю, что сразу два. Вот они уже стоят. Ничего особенного. 10 минут, 15, наверное, от силы. Включаем. Брыш. Разноцветное. Но это всё меняется. И, наверное, видите, что меняется или нет. Наверное, если не поменять, то видно, что жёлтые стали. Но мне нравится такой 4000, наверное, пока что. Если что, в любой момент мы можем поменять аппаратно. Ну, вообще круто. В линейку, в рядик, в уровень. Кстати, тут я 4 шурупа не крутил, я просто 2 шурупа сделал. Потому что коробка ровная и держится вообще отлично. Блин, ну света вообще как стало много. Прям офигенно. Вы знаете, даже хочется, чтобы немножко стало аккуратнее. Так, ну это вообще можно играть. Какую-нибудь рамочку. Я знаю, что рамочки продаются на зеркало. Сделать чёрненько, чтобы немножечко так тема была. Потому что как-то зеркало теряется сейчас. Но так в целом, блин, огонь. Вообще, мне нравится. Как вам? Ну, кому-то понравится, кому-то нет. Самое главное, нравится хозяину. Пока что мне, потому что Дашь вообще не видел. Кстати, давайте я самым скучным. За вот то, чтобы поставить 1. И вот если просто позвали поставить 1, то долларов было бы 90-110. Так как 2, за 2 можно брать 140-160. Как договоришься? Коронная фраза после каждой цены. Как договоришься? Потому что некоторые цены, которые я называю, на самом деле, в некоторых штатах это просто заоблачно. Некоторых штатах можно там, ну то есть то, что я здесь могу спросить у людей, платить не буду. Но это там у каждого штата своя специфика. Скажем так. Так что вот. Ну что, мне нравится. Мне, кстати, ещё прикол был. Блин, я забыл снять до фон дипа. Но потом, может, если я буду и ещё до сих пор там будет работать, я покажу. Просто так получилось, что на стеллажах, где они висели, была цена 79. А там, где они лежали внизу, откуда я брал их, цена была 74. И в итоге на этих вот светильниках, десяточку, у меня скидочка автоматом получилась. Так, а теперь от ремонтов к закупкам. Дашуля выспалась. Выспалась, Дашуя? Нет. Бедняжка не выспалась. Тем более, завтра я опять на работу. Ну, мы сейчас пришли выбирать нужные вещи для дома. Есть такой магазин, называется Home Goods. По-русски это называется домашние goods. Это товары. Домашние товары. Потому что goods – это вещи, товары и так далее. Да что ли я ищу для... Ну, мне вот это... Нравится вот это вот? Это не нам, это гостевую комнату. Да, гостевую комнату. Ну, если тебе нравится, ставь. А, если гостевую комнату, мне понравится, что будет? Как гости напишут комментарий. К мусорке. Почем они ставят? Это не мусорка. Ну, мусорка для одежды для меня. Почем? Ну, ничего. Вон, бейджиков было, будь здоров. Посмотри. 17 долларов. Нормально. На самом деле, 17-18 долларов, это еще терпимо. На самом деле, у нас проблема, потому что Дашуля говорит, что нам нужно купить ёршик, и любой ёршик не подходит. Надо, чтобы был красивый и подходил под дизайн, да? Так? Поэтому ёршик покупать не так уж и просто. И мы решили заехать на гости. А, еще нам надо еще мусорка. Вот мусорки, тоже гостевую ванну. Ценники на мусорку просто жесть какие. 80 долларов. Да, выглядят они так все. 80, 60. Это вообще капец. Кусочек нержавейки и чуть-чуть пластика. Ах, у нас также проблема с покупкой дивана. Мы не можем найти себе белый диванчик красивый. Ну ладно, это мелочи. Нам нужно еще купить зеркало, потому что хочется видеть себя в полнорос. На самом деле, мне это не важно, но моя принцесса не любит видеть себя прикид. Мне вот это вот, это ничего такое. Это прям стоящее. А мы хотим на стену. Вернее, я хочу, чтобы оно не мешалось. Почем зеркала нынче? 130 долларов. Я говорю, это вообще жесть. На мебели и на таких вот украшениях для дома нормально можно делать деньги. Поэтому надо опять, походу, возобновлять работу с эпоксидными столами. Там некоторые по 720 долларов продавятся. Такие, которые я за 300 продавил. Так, барные студии тоже нужно. Сидишь, не надо на чем-то. 60 долларов. Ну, онлайн плюс-минус. Ну, смотря какие. Где? Тоже стоять. 151. Ну, вот смотрите, видите, какие у нас люди хорошие. Ну, некоторые личности. Ну, вот не допил. И решил, что пускай. Может, кто захочет убрать, сам уберет. Тут HomeGood сразу соединен с TG Max. TG Max можно хорошей, как-нибудь, безделушку себе найти. На самом деле, здесь люблю больше всего майки себе покупать. Майка это очень ходовая тема. У меня дофигища майки. Я, может, их не ношу, но зато они такие крутые. О, привет. Я взобрал шарик. Где шарик взобрал? Вот он. Тебе нравится? 9 долларов, все, 10. Хоть какой-то, хоть один будет, давай. Выкиньте, наверное. Может, закупились коврики в гостевую для гостей. Корзинка. Ауч. И я хожу, как... Ну, не как кенгуру, но, короче, кто-то, у кого сзади багаж. Как на пикник собрался. Что-то, я думаю, это дурная затея была здесь. Затаря, тут смотрите, очередь. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Прыше. Или нет? Нет, фу, слава богу, еще пару человек можно отряд. Отложить, походу, мы сейчас на очередь минут 30 по трассе. 20 минут и 57 долларов. Позади мы выходим с магазина. Наконец-то. Ох уж этот домик, да? Расходы, расходы. Я сегодня не работал, пока дни расходы. Так, еще на сегодня повестки дня. Мы заедем еще раз. Даша пока смотрит тренажер уже себе. Следующую машину. Нет, я смотрю, сколько стоит диски. В общем, был прикол, когда у нас вышел видос, как мы закупались, вернее, ходили, смотрели мебель. И все такие, и после этого я выпустил видос про дом, который мы купили. Все такие, да вы уже купили, раз вы мебель закупаетесь. А прикол был в том, что мы мебель ходили, смотрели за месяца два до того, как купили дом. И просто видео вышло позже, чем когда мы купили дом. И как-то вот так вот сложилось, что прямо вот это типа был знак, что мы уже купили дом. А сюда мы идем для того, чтобы нам нужно хотя бы хоть какие-то барные стулья, потому что мы с Дашей либо стоя сидим, либо на улице. Стоя сидим. Ой, ну заговаривайся, что я не могу что ли. В общем, либо стоя едим, либо на улице. В общем, мы пришли хотя бы барных стульев купить, потому что стол пока что внутрь мы не знаем какой. Мы даже диван толком выбрать не можем, нифига. Это на самом деле тяжелый процесс, потому что хочется купить и не офигеть. Кстати, за тот сет, который пришел ко мне разбитый, нам предложили выслать бесплатно тумбочку и комод. И что-то еще и там я кровать и просил, хотя кровать на самом деле была целая, но думаю запчасть. И нам предложили сначала 40%, я говорю, 40% конечно хорошо, но если 50% дадите, то все, я забуду об этом страшном сне и сам починю сейчас все. Нам выслали 50% стоимости с сета обратно, поэтому мы счастливы. Формально мы, получается, купили меньше, чем за 1000 набор из 5 вещей. Так, а теперь мы смотрим на барные стулья и они такие себе, да, какие-то. Во-первых, 60 долларов, но цвет, конечно, не ахти. Это вообще какой-то непонятный металлический. Ты что, чем? Все-таки сейчас бац, возьмем еще и стол надем. Да не, вряд ли. Барные стулья, просто нам надо минимум 4. У нас CounterTab, где кухонный смеситель, умывальник с другой стороны, там сделан так, что можно там сидеть и кушать. Мне, конечно, нравится такой деревянно-кожаный, типа вот того, да? Но я думаю, что он нам не очень вписывается в интерьер. У нас вообще нифига ничего не вписывается в интерьер. А так мне нравится вот этот вот дизайн. Красиво, 102 зона. Мне тоже, но он нам не подходит. Да, очень. Может быть, если бы черное дерево было? Хотя, знаешь что? У нас же коричневые эти шкафчики. Ну вот это мне вообще, не говорю, нравится. У нас темно-бордовый. Да, чуть-чуть. Да-да-да, это немножко повреждённо, но я думаю, что это просто, как это, витринный образец. Ну вот тот следующий, 85 долларов, который серый, нет? 85 долларов. Это типа сразу видишь недостатки, которые могут быть с ним в будущем. Но они все тут недостатки. Этот? Нет, мне прям вот этот, знаешь, что есть? Черный, кстати, мне больше нравится. Вот этот, типа с темным. Ну да, можно посмотреть бренд-модель. Там видишь, ножки отломались снизу. Снизу круг дырак. Нет, ну это можно. Поэтому можно носки. Ну, нет, я сомневаюсь. Я думаю, что они просто здесь выставили. И мне нравится, все всегда, типа, всегда было дороже, сейчас дешевле. Видишь бы ты купила, видишь бы ты забрал. Нет, это мне нравится, да, такой. Необычненький, уникальный. Вот этот вот, тоже плюс-минус, этот уже потемнел, да? Ну или не потемнел. Он такой, знаешь, типа, как барбер-стул. Но это мне нравится, слушай. Моя задница влазит сюда вообще. Так, и спробуем мою пупку. Прикольно. Вот тот еще тоже интересный. Мне вот этот вот, я-то не знаю почему, но мне прямо к дереву тянет. Ой, к дереву тянет, так красиво, так как вот этот вот такой, какой-то интересный шейф. 195 долларов за стульчик один. Блин, походу надо реально в мебельную фабрику открывать, бабло мутить. Ну это очень простое, 100 долларов. Ну я к тому, что сел в такое. Даже подержаться не за что, если вдруг падаешь. Не знаю. Мне нравятся черные, светлые. Блин, меня заинтересовало там баром этим. Нам просто говорят, ребята, у нас вон там за углом есть бар. Там что хочешь можешь заказать. А потом все, насколько бы ты там не заказал, это идет, вычитается с твоего финального чека. То есть если мы сейчас что-нибудь купим, например, какой-нибудь стульчик мы покупаем, а потратили там на бар долларов 20, да, то нам это бесплатно. Слушай, так прикинь, на 200 долларов на баре насидел, так, я забираю этот стул бесплатный. Я думаю, там по-любому какой-то есть процентный коэффициент, но это было просто прикольно. А может, пошутил с нами, как думаешь? Да, что я думаю. Ну ладно. Дашуля сегодня не в настроении, она просит с ней не разговаривать на видео. Бедняжка устала. Я разбудил ревшим временем, чтобы мы успели по магазинам поедать. Так, ну что, что делаем? Пока Даша фигачит смузи, Лова фигачит. Как это сказать, на что похоже? Ну, яблочный сок, наверное, да, газированный. Бар у них офигенный. За 2 доллара это, ну, прям офигеть. Тут нормальная цена. Это нормальная цена. Хочешь попробовать? 2 доллара? Да. Вкусный мужской напиток. В итоге все наши походы обвечались тем, что мы пришли домой и заказали мебель онлайн. Потому что в магазинах есть что-то, что нам нравится, но либо количества не хватает, либо цена жутко дорогая. То есть дело в том, что, например, мы вчера купили 4 стула по цене 2. То есть вот те стулья, которые нам вчера понравились, мы заказали вечером из дома за 200, ну, почти 300 долларов. Да, один стул стоил 120-140 в магазине, а мы онлайн купили за 300 долларов 4. Придут они немножко позже, чем мы, конечно, ожидали, но ничего страшного. Тем временем я отправляюсь на заказ. Сейчас мы с Женей будем экспериментировать. Просто мы пытаемся сделать клиенту ремонт, а он нормально не выходит. Но это уже спойлер для будущего видео, потому что этот видос подошел к концу. А я с вами увижусь в следующем. Пока.